Татьяна Викторовна, спасибо. Добрый день, коллеги. Все хорошо видно, слышно, да? Сегодня мы с вами поговорим на тему мультимедийной технологии в работе современного педагога. Меня зовут Сергей Вячеславович Пихтовников. Я являюсь заместителем директора по IT-технологиям Института неприемного образования Уфимского университета науки и технологий. Так, Бориса Глухова пишет, что нет звука. Как это? Так, остальные коллеги видят, меня слышат? Все окей, да? Ну, тогда все, продолжаем работу. Итак, значит, что сегодня мы с вами рассмотрим? Значит, рассмотрим, какие технические и программные средства реализации мультимедийных технологий применяются в работе у современного педагога. Мы рассмотрим про дидактические возможности применения таких средств на уроке, какие типы информационного взаимодействия на уроке, скажем так, имеются с применением мультимедиа средств. И ответим вот на вопросы, которые представлены на слайде. То есть, сделаем такой краткий обзор, поговорим о новых средствах мультимедиа, какие программы, где взять готовый контент для мультимедиа презентации, как самим правильно разработать мультимедиа презентацию. И немножко добавим интерактивы в сегодняшнее мероприятие. Итак, значит, прежде чем начнем работу, я предлагаю немножко добавить интерактивы. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. Вот видно, да? Запустим интерактивную презентацию. Сегодня тоже подскажу, как такую презентацию сделать и создать. Вот здесь вы можете подключиться по данной ссылочке. Можете зайти с телефона. Сейчас я ее в чат отправлю. И код для подключения. Попробуем получить от вас обратную связь. Значит, в таком интерактивном режиме. И как раз, как раз вишняка на торте, сегодня будет это вот последнее слайдер. Я покажу средства для создания таких интерактивных презентаций. И, значит, как их создавать. Итак, подключайтесь. unsl.io 439.25 Подключайтесь. Так, вот я смотрю, на экране уже подключилось четверо участников. Давайте немножко подождем. Буквально одну-две минуты. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать. Можно просто отсканировать QR-код камеры телефона и перейти по ссылке. Можно ввести адрес unsl.io 439, потом 205. Ну, конечно, введите там имя, имя, фамилию. Да. Спасибо. Спасибо. Кстати, данный сервис, это как раз, как бы, наши соотечественники разработали, то есть, отечественная разработка. Аналог, ну, только с кодом нужно подключиться, ввести код. Аналог Ментиметр, например, того же сервиса Следо или Слайд. Для Google, там, для Google презентаций. Вот, и можете его попробовать. И я вчера очень долго смотрел, там есть еще, есть от Росатома и так далее. Подобные, значит, сервисы, но они, значит, платные. Здесь же можно, есть бесплатные опции. Так, 439, 205 код. Ну, и все, наверное, сейчас я запущу дальше презентацию, и мы начнем с вами голосом. Так. Итак. Первый вопрос. Ну, мне хотелось бы знать все-таки, посещали ли вы вебинары с моим участием, прошлые? Ну, как минимум два. Я просто ориентируюсь на аудиторию, и, чтобы немножко скорректировать свой доклад сегодня. В каких-то моментах не повторяться. Постараюсь. Так. Ну, вот ответы. На экране видно ответы, да? Все окей? Значит, нет, 28 человек проголосовали, 29. И, соответственно, 8 – это, значит, коллеги, которые уже посещают мои вебинары не один раз. Демонстрация экрана видно? Поставьте плюсик, пожалуйста, в чате. Все, прекрасно. Итак, мы проголосовали. Вот, пожалуйста, получаем обратную связь. Все, спасибо. Значит, и начинаем работу. Итак, я сейчас верну обратно презентацию. Начнем с того, что такое мультимедийная технология. Есть несколько определений, но, прежде всего, мультимедийная технология – это совокупность различных средств и инструментов, которые объединяют графику, звук, видео и текст для передачи и обработки информации. Дальше. Мультимедийная технология также подразумевает и способ подготовки, создания электронных документов, способ донесения этих информаций до ученика, слушателя с помощью специальных программных средств и технического обеспечения. Графика, гипертекст, звук, анимация, видео – вот здесь вот то, что представлено на картинке – это как раз и является средствами мультимедийных технологий. Но рассмотрим несколько шире. Сначала начнем с классификации. Итак, средства реализации мультимедийных технологий, мультимедийных средств, мультимедийные технологии, НТ, делятся на технические аппаратные, то есть это приборы, какие-то устройства, и программы. Программы бывают для реализации, то есть мы в готовом варианте их запускаем. Так, сейчас я обращусь к чату. Запускаем в готовом варианте, то есть какие-то мультимедиа-модули, электронные учебники, виртуальные практики, мы готовы. И программы, с помощью которых мы создаем мультимедиа-контент, это те же самые мультимедийные презентации, программы создания электронных учебников, например. Идем дальше. Следующий момент. Вот здесь вот я на картинке попытался собрать наиболее известные, популярные средства у педагогов, мультимедийные средства реализации. Ну, здесь понятно, компьютер, моноблок, ноутбук, нетбук, планшет, телефон, цифровая фотокамера, цифровая видеокамера, графический планшет для отрисовки изображений, веб-камера, проектор, экран для проецирования, документ-камера для показа каких-то документов. Ну, то есть, можно было делать проекции документов на стену, на экран, на стол и так далее. Ну, конечно же, интерактивная доска. И мультимедиа-клавиатура, которая позволяет редактировать звук, видео, управлять звуком, то есть, наличие специальных дополнительных кнопок, в отличие от стандартных. Вот это то, что мы имеем, как бы уже знаем об этом и так далее. Следующий слайд – это вот картинка о том, как должен выглядеть современный мультимедийный класс. Здесь есть, опять-таки, интерактивная доска, всевозможные указки, презентеры, которые можно листать с презентацией. Опять-таки, документ-камера, пульт управления всеми этими средствами, значит, планшеты, средства для голосования, для того, чтобы получать ответы с места учеников, да. Понятно, компьютер с возможностью подключения через роутер к сети интернет или модем, да. Какие-то еще дополнительные учебные оборудования, например, электронные микроскопы и так далее. Дальше. Но что еще появляется в наших образовательных учреждениях – это возможность использовать виртуальную или дополненную реальность. То есть, VR-очки. Ну, хотя, конечно, говорят, что были несколько лет назад начались такие вебинары, где предлагали оборудование, новые технологии VR-реал, но, по крайней мере, мы как-то с виртуальными очками не обучаемся. Один комплект, вот хороший такой комплект, мощный для обучения с программным обеспечением, стоит порядка полутора миллионов рублей на одного человека. То есть, это колоссальные деньги, поэтому это сейчас в каких-то ток-центрах каких-то используется, может быть, по точке роста. В школы заходят данные комплекты и так далее, где можно как раз погружать человека в виртуальную реальность и учить каким-то навыкам. Дальше. VR-технология – это когда экраны мобильных устройств дополняют мир через объектив камер. И вот это вот несколько лет назад появилась такая игрушка, называется «Поймай покемона», которая буквально там собрала аудиторию в 100 миллионов пользователей и все бегали по улице ловили этих покемонов. То есть, была геопривязка к картам и, соответственно, играли. Вот есть такая возможность тоже эти игровые компоненты использовать. Но это пока дикоументы для нас, хотя это появляется, это есть. Но повсеместно, я думаю, что не всеми это используется. Дальше. Интерактивные столы. Значит, интерактивные столы. Вот здесь представлен стол логопедический для логопедов, значит, начальной, которые работают в начальной школе и дошкольных образовательных учреждений. И ребенок садится, запускается специальная программа, ну, программ очень много, там, я как-то говорил на зубинарах, там, перечень программ, которые можно использовать. И отрабатывается какая-то дикция, значит, стоит микрофон и так далее. Вот некое такое программное средство представляет собой тренажер. Есть также интерактивные столы, которые, как бы, эмулируют работу какого-то явления. Здесь вот дети изучают фауну, значит, морского дна, например, да, то есть, соответственно, там, запускает специальная программа и, соответственно, в зависимости от того, значит, например, покажи рыбку там, покажи морского ежа, и они, соответственно, здесь переключаются. Такие же вот интерактивные столы также стоят и в вузах уже появляются, можно зайти, посмотреть расписание, там, заказать какую-то услугу и так далее, это уже не декорировка. Это тоже есть. Дальше. Ну, про интерактивную доску мы все с вами слышали. Соответственно, последняя такая модная тенденция тоже, это интерактивные панели. То есть, появляются уже такие огромные такие телевизоры, да, то есть, ЖК-панели, которые, значит, ну, имеют сенсорный экран. И учитель может, значит, соответственно, перемещаться по экрану, передвигать какие-то предметы и так далее, что добавляет, скажем так, эффективности и интерактивности проведения занятий. Интерактивные стены тоже начинают появляться, сей девайс, и, в общем-то, суть работы такова, что проектор проецирует на стену какие-то изображения, которые могут динамически меняться. В зависимости от того, как двигается человек. Есть вот эти специальные датчики, которые считывают движения человека, и, соответственно, специальный анализатор распознает эти движения и дает команду компьютеру поменять изображение. Такое ощущение, что человек попадает в некую такую виртуальную сказку и может осуществлять какие-то путешествия интерактивные. В качестве изображения может быть какой-нибудь пейзаж, где можно посмотреть флоры и фауну данной местности. Есть какие-то специальные помещения, в которых можно пойти какие-то соответствующие тренировки. Вот это тоже используются. Здесь вот есть ссылочка, где можно об этом подробно почитать. Идем дальше. Один учебный комплекс, один ученик, один компьютер. Ну, или последние несколько лет модно стало компоновать планшетами. Во многих школах это есть. И, соответственно, здесь представлены примеры работы, когда детям раздаются нетбуки или ноутбуки или планшеты. И, соответственно, либо коллективно работают над каким-то одним заданием, либо, соответственно, каждому можно дифференцировать задание. У каждого будет свое. Это представляет собой систему, такую тележку, значит, которая закатывается в класс. И, значит, она не обязательно может быть привязана к одному классу, она может быть на несколько классов. И, соответственно, учитель может планировать занятия именно с помощью таких вот виртуальных практикум. Также, когда я путешествовал по Ямал-Ницкому автономному округу, изучал как раз именно образование, как у них там все эти новшества вводятся и так далее, значит, лаборатории физики, лаборатории химии у них представлены в виде вот таких систем. Я захожу как-то в комнату, в кабинет, да, и спрашиваю, а где у вас здесь лаборатория химии? Ни пробирок, ничего нет. Ну как, стоит серебристая тележка, значит, открываются такие жалюзи, и, значит, вот учитель достает, значит, соответственно, компьютера и запускает, показывает виртуальный практикум по химии. Вот, я спрашиваю у детей, все-таки вам в компьютере интересно работать или что-нибудь там взорвать, там посыпать, смешать и подогреть. Они, конечно, руками лучше, то есть, но тем не менее, если вот нет проблем химиков с химическими реактивами и так далее, какие-то вещи можно показать и заменить. Здесь, кстати, практикум по физике, то есть как раз здесь вот учащиеся собирают на стенде какую-то установку и с помощью компьютера обрабатывают те сигналы, которые, экспериментальные сигналы, и, соответственно, заносят в отчет. Учитель может посмотреть. Ну, это скриншотик такой, именно такого вот виртуального практикума по химии, где можно так вот смешать что-то, сделать, взвесить и так далее, и осуществить химическую реакцию. Ну, с другой стороны, это также еще и безопасно. И не нарушает там ряд требований, которые необходимы там предъявляться химическим реактивам. Поэтому химики очень любят вот такие виртуальные практики, учителя химии. Дальше. Следующий момент. Ну, если так вот по такой иерархии распределить, вот я являюсь автором курса информационно-коммуникационной технологии, там, цифровые сервисы. В конце презентации расскажу про него. Мы с учителями постоянно взаимодействуем. То есть у меня есть своя группа, тоже цифровой педагог и так далее. Я вот иногда опрашиваю учителей, вот что вы используете. Вот если посмотреть, самое, конечно, популярное средство – это проектор с экраном, компьютер, интерактивная доска, потом уже плазменные панели, документ, камеры. Ну и, значит, на последнем месте это цифровые виртуальные лаборатории, системы видеоконференц-связи, голографические проекторы трехмерные, значит, интерактивные столы и так далее. То есть это вот как бы до восьмого, скажем так, пункта, вот большая часть педагогов говорит, что вот это у нас есть, это мы активно используем, а вот это уже реже-реже-реже-реже-реже. Ну, потому что это все-таки стоит очень дорого, и, тем не менее, вот используя так называемые точки роста, в школах появляется современно вот это оборудование, которое можно, значит, по крайней мере, пощупать и применять. Программные средства реализации мультимедийных технологий. Опять-таки, по опросам коллег, с которыми мы взаимодействуем, учим вузы, СУЗы, школы, у нас очень большая аудитория, и вот как раз у нас на первом месте презентация, на втором месте электронные учебники, тренажеры, готовые интерактивные уроки, которые берут соответствующих сайтов Министерства просвещения, программы для контроля знаний, тесты, интерактивный медиаконтент на пятом месте, виртуальная лаборатория и электронные репетиторы. Тоже такие средства есть, но используются довольно уже редко. Идем дальше. Так, ну, теперь я предлагаю все-таки немножко отвлечься. Сейчас я запущу нашу презентацию, экран. И следующий слайд. Давайте проголосуем. Какие средства мультимедиа вы используете на занятиях? То есть надо ввести просто слово. Ну, например, не знаю, там, проектор, значит, интерактивная доска и так далее. Голосуйте, посмотрим, кто как, то, что использует. Так, напомнить ссылочку вам, да? Нет, вы в этом, сейчас, не в этом чате, давайте, чтобы у нас была статистика. Заходите, пожалуйста, вот сюда. И вот по этому коду в интерактивную презентацию. И, пожалуйста, здесь вот пишите. Так, вот я смотрю, появляется, смотрите. Проектор, интерактивная доска, электронная доска, рисование на экране. Так, кто еще добавит какие слова? Ну, мне больше всего интересует оборудование. Ну, можно и программы писать. В принципе, пишите программы. Хотя я по программу потом следующий вопрос задам. Так, давайте еще. Итак, проектор пока что доминирует, интерактивная доска. Проектор, экран, ноутбук. Электронная доска. Ну, электронная доска мне не совсем понятно, что интерактивная, наверное, меняется в виду, да? Или какая-нибудь сенсорная панель какая-нибудь. Все, все варианты, да? Значит, ну, если так посмотреть, то у нас проекторы, мультимедиа, доска, компьютер и так далее. То есть, в основном, это проекторы, компьютеры, ноутбуки и интерактивные доски. Вы применяете. А, вот я увидел интерактивный стол логопеда. Кто-то использует? Кто-то использует интерактивную доску мира. Отлично. Про них я тоже потом задам вопрос. Ну, все, да? Проголосовали. Итак, возвращаясь обратно. Так, ну, давайте сразу следующее еще слайд. Запустим следующее голосование. Какие из перечисленных средств мультимедиа вы применяли на занятиях? Вот здесь есть у нас проектор плюс экран, проектор интерактивная доска. Мне интересно знать, кто-то применяет или нет систему один ученик, один компьютер. Интерактивный стол, VR и AR-технологии, то есть, это виртуальные очки и соответствующие программные виртуальные среды и голографический проектор. Кто-то, интересно, использует или нет. Но в основном все говорят проектор плюс экран, да? Проектор интерактивная доска. Так, у нас это 16 активных участников голосования, проектор плюс экран, 11 человек. И проектор интерактивная доска, 4 и 1 коллега использует интерактивный стол. Ну все, завершаем наше голосование. Получили представление, кто-то пишет в чат проектор экран, проектор доска, кто-то проектор и так далее. То есть, каких-то экзотических, пока на сегодняшний день, виртуальных столов и прочего вы не применяете. Хорошо, очень полезный для нас опрос. Так, включая дальше презентацию, идем дальше. Программные средства для создания объектов мультимедийных технологий. Давайте рассмотрим. Ну, самая популярная-то, понятно, программа для создания презентации. Здесь вот PowerPoint, есть LibreOffice Impress, такая бесплатная программа на замену Microsoft PowerPoint. Дальше. Интерактивная презентация. То есть, когда мы можем с вами взаимодействовать в режиме онлайн, то есть, если у нас, например, нет доски интерактивной, мы можем вывести это на телевизор, на плазменную панель, там, или просто на экраны, и, соответственно, к этой доске могут подключиться наши ученики, используя тот же смартфон или планшет. И вот здесь вот основные средства, которые используется доска мира, Google Jumpboard, Google Презентация, Prezi, AHA Slides, это аналог Unislides. Вот я использую Unislides на этот момент, ну, AHA Slides, у них там есть ограничения по аудитории, там, по-моему, 7 человек там бесплатно могут одновременно взаимодействовать, то есть, да, маленький групп можно использовать. А вот Unislides можно использовать для, ну, большего количества пользователей. Ну, и, конечно же, необходимо отметить отечественные интерактивные онлайн-доски, наши российские производства, это S-Board, GetLocus и Proof.me. Это программное обеспечение, которое, значит, именно применялось и применяется, применяется, я говорил как-то на прошлых вебинарах. Так, дальше. Ну, как-то я рассказывал про программу составления электронных учебников на одном из прошлых вебинаров TurboSuite TurboBook. Можете тоже попробовать, здесь вот есть ссылочки презентации, скачать программу, посмотреть, как делать видеоуроки. И я, кстати, потом покажу ссылки на прошлые вебинары. Ну, и такая вот электронная, электронный компилятор или компилятор электронных книг на ТАТО. То есть, можно тоже создавать, значит, такие интересные книги в формате таких, скажем так, веб-страниц, фотоальбомов и так далее. И тоже, как создавать, здесь вот есть, соответственно, где можно скачать эту программу, да. И, соответственно, как создавать, я рассказывал на прошлых презентациях. То есть, какие требования к электронным ресурсам предъявляются. Так, что еще? Есть виртуальные лабораторные среды. Здесь вот они на слайде представлены. Здесь есть ссылки активные. Вы можете потом презентацию еще одну посмотреть. Я лишь заострю внимание на некоторых вещах. И как раз для вас открыл здесь вот сайты. Виртуально-лабораторные практически работы на углубленном уровне основного общего образования. И вот здесь как раз есть по... Сайт поддерживается Министерством просвещения. Так, минуту, сейчас посмотрите. Министерством просвещения. И можете посмотреть вот эти вот виртуальные лабораторные работы, скачать и, соответственно, использовать. Как пользоваться? Например, здесь есть какая-то... А, нужно авторизоваться. Так, ну, по... А, главное, не буду тратить времени. Значит, посмотрите каждый ресурс в отдельности. То есть можно в такой формате такой виртуальной среды, можно здесь посмешивать реактивы, получать какие-то химические реакции. И, соответственно, по тематике уроков здесь вот эти самые лабораторные виртуальные работы разработаны. Обратите на интересный ресурс и, конечно же, огромное виртуальное лабораторное пространство Томского политеха. Тоже можно посмотреть. Правда, здесь уровень не только школьный, то есть и вузовский, и для СУЗов представлен. Тоже посмотрите. Очень интересные есть моменты. А так, в целом, есть все на презентации. И также в презентации представлены и ссылки на зарубежные ресурсы, которые открыты для нас, и можно пользоваться. Ну, соответственно, с переводчиком. Так, меня видно? Хорошо все слышно, да? Вроде что-то подзависли немножко. Идем дальше. Следующий момент. Теперь давайте опять-таки вернемся к нашему интерактивному голосованию. И следующий слайд у нас – это какие программные средства из перечисленных вы используете на занятиях. То есть презентация, электронные учебники, виртуальные лабораторные практикумы, интерактивные тренажеры. Вот тут интерактивные тренажеры используют. Прекрасно. 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 Хотя я сейчас посмотрю чат. Может быть, кто-то в чате... А там есть такая возможность. Там можно так протыкать, по-моему, несколько вариантов. Ага. Ну, значит, что-то я... Что-то я, значит, там упустил. Хорошо. Я посмотрю. Так. Интерактивный тренажер. Хорошо. Ну, давайте еще один слайд посмотрим. Какие виртуальные интерактивные доски вы используете? Здесь просто нужно написать. То есть кто-то писал «Мира», я видел. То есть известный такой ресурс. Может быть, что-то использует то, чего я не знаю. Для меня тоже будет интересный опыт. Поэтому, пожалуйста, напишите слова, и они появятся сейчас на экране. Так, не вижу там. Пишите в чат. Подлет, да? Подлет. Так. Раз, два. Ну, пишите в чат. Вот я смотрю, да, появилось. «Мира. Джамп. Ворд. Вьюи», по-моему, да, что-то такое. Но я вот его не использую. «Ворд. Вова» есть какая-то доска. Хорошо. Спасибо. Буду знать. Ну, кто еще? Отечественное что-нибудь используйте из отечественного ПО? Так. «Мира. Мира». Ну, снова на слуху «Мира», «Джамп. Ворд.» и «Подлет». Получается. Хорошо, ладно. Спасибо за ваши ответы. Круф не российская. Хорошо, понятно. Хорошо, идем дальше. Опять подключаясь к презентации. Итак, виртуально-лабораторные среды. Вот это вот все наше, это зарубежно. Ну, соответственно, я привел ряд статей, интересно, где можно об этом почитать и, может быть, какие-то еще ссылки вы для себя найдете. Следующий слайд. Ну, преимущество использования в виртуальных мультимедийных технологиях – это, конечно же, визуализация информации. Это увлекательность и мотивация повышаются, и, соответственно, мы получаем такую некую интерактивность, обратную связь и взаимодействие. Урок с применением той же самой интерактивной доски проходит более увлекательно. Мы сокращаем время, мы приковываем к себе внимание и так далее. И когда я опрашивал учителей, которые работают по ФБОСам в начальном образовании, как-то беседовали у нас по целой группе, что лучше все-таки урок без… Вот у них там стоит МФУ, ноутбук им пользование дают, да, мультимедийный проект, интерактивная доска и документ Камел. Ну, в основном все используют, в основном это интерактивные доски, значит, презентации, специальное программное обеспечение там с интерактивными уроками. И они, вот я спрашиваю, а вот как все-таки лучше, Доска Мел или вот это? Мы говорим, сейчас вообще урок не можем представить без интерактивной доски, кто поработал. Все. Они говорят, дети современные, они очень интерактивные. Они вот в этих вот смартфонах, планшетах, телефонах, смарт-телевизорах. И когда мы просто вот даем им, значит, доска Мел, то, соответственно, вот это как бы не вызывает особого интереса. Поэтому, конечно же, надо минимум иметь, это их мнение, то есть мы с ним беседовали, опрашивали, минимум экран, проектор, значит, и компьютер. Конечно же, занятия проводятся более увлекательно, более интересно и так далее. Мы можем записать какой-то видеофрагмент, мы можем придумать какую-то сказку там и так далее, ну, для начальной школы. И этим увлекаем детей. Теперь рассмотрим типы информационного взаимодействия с обучающимися, которые есть в классических учебниках по ИКТ. Если так немножко в теорию уйти, то у нас на первом рисунке обычно традиционное взаимодействие. Обучающийся, обучающий учитель взаимодействует с обучаемым, да, то есть обратная связь. Просто идет урок, рассказывает что-то, читает, значит, ученики записывают, конспектируют и так далее. Вторая форма – это когда мы используем какое-то традиционное средство обучения. То есть повесили плакат, картинку, что-то показываем на доске, соответственно, да, то есть обучающий с помощью традиционного средства объясняет что-то учителям, да, то есть учителям учащимся, опирается на эту самую табличку, а обучаемый, соответственно, смотрит на эту таблицу, там, какой-то плакат, на что-то записывает, рисует и так далее. Дальше. Третий момент – это когда идет активное информационное взаимодействие. Применяется какое-то средство, функционирующее на базе информационно-коммуникационных технологий, ну, то есть то же самое мультивидийное средство, да, то есть интерактивная доска, телевизор, плазменная панель, проекторы и так далее. Когда обучающий показывает информацию, что-то демонстрирует, объясняет, обучаемый тоже взаимодействует с этой информацией. Или это может быть какой-то учебный комплекс, специальная программа, посредством которой, значит, обучающий дает задание, обучаемый задание принимает, делает на своем планшете компьютер и, соответственно, загружает, то есть ответ на это самое, в эту самую программу. Ну и следующее у нас, значит, следующее у нас вид взаимодействия – это когда мы используем уже распределенный ресурс, то есть используем такой онлайн какой-то курс, онлайн ресурс, мультимедиа с возможностью проигрывания звука и так далее, какой-то электронный учебник, тренажер, виртуальный тренажер. И с группой обучаемых мы посредством этого информационного ресурса взаимодействуем. То есть они могут зайти, каждый выбрать свой темп освоения, сделать какие-то задачи и так далее. Особенно это применяется модель для виртуальных лабораторных работ. Ну и, соответственно, какие дидактические возможности применять таких средств на уроке, мультимедийные средства есть на уроке. Ну, во-первых, стоит заметить, что мультимедийные тренажерские средства делятся на линейные и нелинейные. Линейные – это просто информационную презентацию мы показываем, да, и первое, что мы делаем, мы просто сопровождаем объяснение педагогов. И нелинейные интерактивные средства – это уже информационно обучающие средства, виртуальный практикум, учебник и так далее, какой-то тест с обратной связью. Это уже все относится к пункту второй и третий – к интерактивным нелинейным средствам. Идем дальше. Соответственно, все это требует менять подходы к обучению. И появляется такой термин, называется blended learning. Ну, в переводе означает смешанное обучение. Вот как раз смешанное обучение – это от классической формы обучения, классическая форма урока, когда мы на урочной форме применяем компьютерные технологии. Есть еще много терминов, я говорил на прошлых вебинарах. Это на магическое обучение, мобильное обучение и так далее. Но у нас, в нашей стране, это вот набрало уже обороты и распространено – это вот смешанное обучение. Но обычные, которые интегрируются в обычную классную уроченную систему. Хотя есть очень такая интересная книга, можете посмотреть, это «Шаг школы. Смешанное обучение». Соответственно, почитайте, там есть очень много всяких моделей. Вот как реализовать смешанное обучение в школе я некоторые модели приведу. Опять-таки, путешествия по Ханты-Мансийскому автономному округу или Малнецкому автономному округу, изучая опыт реализации, многие школы стали отходить от классической классно-урочной системы. Ну, многие, я сказал, слишком сильно. На самом деле, там есть школы отдельные, да, то есть в каком-то городе, например, город Губкинский. И, соответственно, там вот педагоги, уже весь коллектив перестраивается под модели обучения. Именно смешанное. Но, соответственно, у них очень такая насыщенная приборная, скажем так, аппаратно-техническая база и программное обеспечение представлено в таком, скажем так, серьезном варианте. То есть это можно делать. И, опять-таки, нужна техническая оснащенность. И вот основные модели, которые используются, это перевернутый класс, ротация станций, ротация лаборатории и гибкая модель. Вот если подробно чуть-чуть рассмотреть, то перевернутый класс здесь наоборот. Получается, как бы ученик уже что-то изучил, посмотрел дома и пришел в школу, а учитель уже как бы отрабатывает учебный материал на практике, практические занятия и реализация проекта. То есть используется во всем этот проект. Это один из вариантов смешанного обучения, немножко отхода такой классно-урочной системы. Следующий вариант – это модель ротации станций, которая используется в основном, вот я наблюдал это, в школах, где используется начальное и среднее звено. То есть начальное звено, начальная школа и средняя школа. То есть класс делится на группы. Одна группа работает фронтально с учителем, другая какой-то коллективный проект рассматривает, и третья группа уходит на онлайн-обучение, получая информацию, каждый занимается данью, что-то наделывает, допиливает, какие-то задания. Здесь работает тьютор, то есть он отвечает на вопросы, контролирует и так далее. И получается как бы три станции, и в течение одного урока учащиеся проходят эти самые три точки, три станции взаимодействия. Следующая – это модель ротации лаборатории. То есть когда у нас есть лаборатория математики, естественно, наука и так далее. То есть есть какой-то онлайн зал, есть, соответственно, классы математики и так далее. И вот классы ходят на соответствующие лаборатории, на фронтальное обучение преподавателю, а потом занимаются в онлайн-лаборатории, подключаясь к каким-то сервисам, используя специальное программное обеспечение из медиатеки, которая установлена, и, соответственно, что-то изучают, отвечают, выполняют какие-то задания. На фронтальном обучении взаимодействует учитель, на, значит, в онлайне, то есть когда они самостоятельно занимаются, да, как бы здесь работают тьютеры, которые отвечают на вопросы, контрагируют и так далее. Ну и самая такая демократичная модель, да, такая, скажем, ее назвали гибкой моделью, это для старших классов используется, да, есть пространство для онлайн-работы и коллективной работы, опять-таки здесь работают тьютеры, да, и комнаты для групповой работы, где, значит, класс побольше, 12 к 1, например, да, комната для групповой работы, и, соответственно, еще более мелкие группы для, значит, какой-то еще более такой мелкой, тонкой проектной работы планируется, и, соответственно, учебная лаборатория. Ну, есть зона для дискуссии, там, и зона социализации, зона для общения. Значит, учителя работают в комнатах для групповой деятельности, а тьютеры работают уже непосредственно вот в этих онлайн-залах и коллективной работы. Снова применяется модель в старших классах и ориентирован на проектное обучение. Вот, где-то пытаются применять ее также и в СУЗах, в средних учебных заведениях, ну, профессионального типа, колледжах. Идем дальше. Ну, вот, опять-таки, подытоживая, получается, что самыми популярными распространенными средствами реализации мультимедийной технологии являются проекторы, интерактивные доски, плюс персональные компьютеры или ноутбуки. Дальше. Следующее у нас идет средство – это компьютерные программы для создания презентаций, как в оффлайн-режиме, так и в онлайн-режиме, такие как Мира, там, Джамборд и так далее. Дальше. Применяем видеоматериалы и аудиозаписи на уроках, и всевозможные образовательные приложения и онлайн-ресурсы. Все остальное, вот, виртуальные практики, системы «Один ученик, один компьютер», она применяется, но, по крайней мере, наши еще школы недостаточно насыщены этой техникой. Дальше. Итак, рассмотрим дидактические особенности применения мультимедиа технологий. Мы говорили, что у нас средства бывают дидактические, это информационные и интерактивные. И, значит, в основном, опять-таки, по опросам учителей, на каких типах уроков применяются данные средства. Ну, как правило, это урок новых знаний, урок лекция, урок закрепления и пройдя на отработке учебных умений и навыков, лабораторная практика и урок обобщения систематизации знаний. Далее. Примеры использования мультимедийных технологий на практике. Педагоги используют в основном интерактивные игры, квесты и интерактивные задания. Ну, понятно, что это не на каждом уроке, но на каких-то определенных уроках, чтобы повысить интерес, чтобы через игру освоить что-то сложное, чтобы прожить как раз. Ученик должен прожить эти моменты, вот применяются квесты, интерактивные игры и так далее. Применяет, либо играет всем классом, используя интерактивную доску или мультимедиа-проектор, либо, значит, используя во благо, опять-таки, смартфона, либо планшета. Дальше. Здесь также практика, виртуально-лабораторная практика. Самое лучшее средство именно отработки, особенно в школах, где нет достаточного оборудования, физического кабинета, химического кабинета и так далее. Соответственно, вот это самое то, хотя бы хоть что-то использовать и показывать какие-то явления. Ну и, соответственно, виртуальная искусствия и 3D-моделирование. Это уроки информатики, это, в основном, кружковая работа. Дальше. Следующий вопрос, который рассмотрим, это создание мультимедиа-презентации и, соответственно, интерактивных средств. Но сразу забегая вперед, скажу, что интерактивные средства создавать педагогам очень сложно. В плане того, что и, опять, ограниченность времени, очень сильный загруз и так далее. Поэтому здесь, в основном, педагоги, конечно же, пользуются готовыми ресурсами, готовыми виртуальными практиками, тренажерами и так далее. Ну, хотя и есть люди, которые, значит, им интересно разрабатывать что-то свое. И вот я знаю учреждений, которые разрабатывают целые курсы в системе Moodle, например, по математике, 5 класс, 6 класс, 7 класс. И, соответственно, как вспомогательные средства используют на уроках. Но это очень временная затрата. Поэтому, в основном, это мы делаем презентацию. Поэтому рассмотрим этот аспект. И при создании как раз мультимедийных графических средств необходимо определять, значит, на что опираться. На мотивацию. Прежде всего, это уровень поставленных задач. При определении мотивации должен соответствовать уровню подготовки ученика. И ответ на вопрос, для чего это ему нужно. Дальше. Постановка учебной цели. Что требуется от ученика. Третье. Создание предпосылок по спрятию материала. Какую вспомогательную информацию нужно подобрать. Нужно использовать, чтобы помочь освоить тот или иной аспект. Какой-то, например, слайд показываете. И тут же показываете, может, какую-то шпаргалку. Там, я не знаю, какое-то правило, которое необходимо запомнить. Которое будет являться вспомогательным материалом. Подсказывающим материалом. Дальше. Подача учебного материала. То есть, как правильно составить сценарий. И, соответственно, нужно продумать оценку. То есть, как понять, справился с учебным материалом наш учащийся или не справился. Идем дальше. И вот как раз поговорим о важных правилах создания мультимедийных презентаций. Какие дидактические требования к созданию мультимедийных презентаций имеются? Ну, во-первых, правило первое. Мультимедийный урок дает максимальный эффект только тогда, когда он состоит из учебных эпизодов, модулей. Или этапов, говоря. Которые составляют цельный продукт. Выстроенный вот в такую логичную цепочку. А это не просто какой-то набор слайдов. Вот тут включили, там забыли, тут опять подключили и так далее. То есть, должно быть соблюдаться требования систематичности и последовательности изложения. Дальше. Ну, также требования целенаправленности, научность, наглядность, доступность. То есть, доступность в плане глубины понимания материала, что у нас ученик дошел до соответствующего уровня и может понять этот материал. То есть, говорить там, например, младшим школьникам о каких-то сложных физических явлениях, понятно, что они многое будет непонятно. Поэтому здесь нам, здесь, как бы, одно из таких, один из таких принципов применяется. Ну, и, конечно же, связь с практикой. При соблюдении этих дидактических требований идет следующее требование. При составлении презентации необходимо учитывать психофизиологические особенности. Значит, и, соответственно, об этом тоже я вкратце быстренько там бегом пробегусь, потому что я говорил об этом на одном из прошлых вебинаров. И начнем со сценарием презентации. Ну, прежде чем приступать, нужно, как бы, набросать, может быть, даже на листочке бумаги такой сценарий, да. Первое – это выделить основные этапы модуля презентации. Каждому модулю прописать идеи. Обычно один слайд – одна идея. Дальше. Для каждой, скажем так, идея – смоделировать познавательную деятельность. То есть, как вы будете это представлять, слайд, что вы будете делать, что говорить, какой последовательности на ней будут выступать. Следующий этап – это спроектировать способы закрепления знаний, умений, навыков. И продумать обратную связь. То есть, как вы поймете, понял ученик это или не понял, если он это самостоятельно рассматривает, то, соответственно, может быть, какое-то задание, да, или может быть, тест какой-то включить, если презентация интерактивная. А если это в классе происходит, то, соответственно, продумать вопросы для опроса, чтобы понять выборочный или групповой опрос провести, такой групповой опрос провести, чтобы понять, аудитория поняла вас, или, то есть, поняли ваши слушатели или не поняли материал. Если что, откатить назад и, соответственно, как-то объяснить, прогнать, либо использовать какие-то дополнительные подсказки. Ну и дальше мы уже составляем слайды, использовать эргономические требования. То есть, продумываем там, рисуем какие-то таблицы, находим рисунки, вставляем, и, ну, говорят, причёсываем презентацию под эргономические требования, чтобы всё было доступно и видно. Правила какие? Ну, правило первое – это быть проще. В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен представлять собой звено логически связанности на провести слование. Правило второе – наглядности. То есть, если, значит, соответственно, показываю какой-то процесс, то эти стрелки мы выделяем как-то, да, и прорисовываем более чётче. Презентация всё-таки – это графическое представление информации, да, то есть, поэтому меньше слайдов, больше, меньше текста, больше каких-то графических объектов. Правило третье – шрифты Кегель должны служить максимально простому визуальному восприятию, то есть шрифты из классических закруглённых, там, Курьер, Ариэл, и размер Кегеля, то есть, буквы не меньше 24. Ну и, соответственно, контрастность. Вот примеры контрастности, какие должны быть. Если, ну, самый банальный – это чёрный на белом и жёлтый на синим, это когда, ну, например, я обычно использую, когда я выступаю для того аудитории, и мне непонятно, какой там будет проект, там, мощный, не мощный, там, как затемнение аудитории происходит. Поэтому я обычно использую вот этот, то есть, чтобы аудитория могла это увидеть даже в самую такую солнечную погоду. Вот обычно это вот без таких, скажем так, каких-то красивых фонов, вот чёрный на белом. Дальше. Правило четвёртое. Ну, как располагать предложение или мысли? Надо, соответственно, выделять. Либо два отступа ставить, либо какую-то, значит, здесь какую-то черту провести и так далее. Но я обычно ставлю два отступа, да, чтобы информация нормально воспринималась. Ну, обычно одна идея – один слайд, и временной тайминг, ну, на один слайд уходит где-то около двух минут в среднем. Поэтому, когда вы говорите, вот сколько презентаций вы слайдов заготовили, соответственно, нужно примерно продумывать тайминг, чуть до того, чтобы где-то две минуты. И, ну, здесь, так как у меня вот идей много, поэтому я здесь немножко компоную, там, по две, по три идей использую. Итак, правило пятого. Количество текста должно определяться мыслью. И, соответственно, какие-то выдержки из работ, там, прям, стататами лучше не размещать. Это очень сильно напрягает аудиторию. Также очень плохо воспринимается информация в табличных формах, поэтому лучше всего прорисовывать. По вниманию, вот правило шестое, да, наше, вот, скажем так, внимание всегда падает вот сюда. Мы сканируем слайды слева направо, сверху вниз, вот так. И наше внимание сосредоточено вот здесь, в этой области. Поэтому, если вы что-то важное хотите поместить, то помещайте в эту область. Здесь уже внимание рассеивается. Обычно, если размещают картинку и текст, то картинку помещает слева, значит, текст правее. То есть мы читаем слева направо. Поэтому здесь картинка, здесь текст. Ну, такие эргономические правила, которые позволяют акцентировать внимание. Дальше. По поводу анимации. Если нужно показать движение объекта, это нужно действительно в тему, да, это лучше сделать. Если, например, вы хотите показать, насколько вы круто владеете технологиями, там, какую-нибудь рамку там нарисовали бегающую, с бегущими предметами, там, да, там, буровики-то бегают, я не знаю. Это, наоборот, отвлечет внимание. Поэтому анимация должна использоваться в меру и в тему. Если лишнее движение, это, значит, отвлекает внимание. То есть вот дети как раз запомнят этих бегающих муравьев, но они запомнят как раз то, что очень важно. Принцип семи пунктов используется. То есть один слайд не должен быть перегруженными элементами. Лучше использовать два-три элемента, но не больше семи. Ну и, соответственно, правило восьмое – чередовать контент. То есть не должно быть много текста, надо все-таки вставить какие-то картинки и, соответственно, как бы графики, схемы и диаграммы. Таблицы, еще раз говорю, очень плохо воспринимаются. Поэтому здесь лучше табличку заменить какой-то круговой диаграммой, гистограммой, там, с графиком и с надписью соответствующих данных. Фактически таблицы не запоминают. Информация в таблицах не запоминается. А вот увиденное в рисунках, в графиках она запоминается лучше. Правило девятое. Фон должен быть спокойный, скажем так, без каких-то ядовитых агрессивных фонов, потому что это все отталкивает. И это не привлекает внимание, это, наоборот, как бы раздражает зрителей и делает хуже. Поэтому здесь лучше использовать спокойные тона. И правило десятое. Придерживаться нужно единого стиля. То есть даже под каждый этап или модуль можно продумать какой-то стиль изложения и, соответственно, презентацией его использовать. Следующий момент – это дидактические требования к интерактивным мультимедийным средствам. То есть если вы все-таки создаете интерактивное средство с обратной связью, там, электронный учебник, тренажер и так далее. Должно выполняться требования к адаптивности. Что такое требования к адаптивности? Ну, обычно адаптивность делится на три уровня. Первый уровень – это подразумевает индивидуальный темп освоения. То есть если вы создаете какой-то электронный учебник, то там какой-то тренажер, то, соответственно, должен быть индивидуальный темп освоения. Продуман дальше. Должна быть продумана диагностика и возможность подбора индивидуально-образовательной траектории. И должна быть открытость и масштабированность данного ресурса, чтобы учащийся мог получать дополнительные ссылки и, соответственно, развиваться в рамках этого ресурса. Дальше. Следующее требование – это текст. Не только текст, но и плюс добавляем сюда аудио и видео информацию. Если у нас много типов информации, то применяем многоконный интерфейс. И каждый интерфейс для определенного типа… Каждый окно для определенного типа информации. Подсказки и пояснения необходимо использовать. То есть дополнительную информацию к каким-то модулям, теоретическим или практическим занятиям, чтобы было понятно, что он решает какой-то пример по математике. То есть должна быть возможность какой-то подсказки. У него возникли трудности. Он щелкнул, получил подсказку в данном шаге. Так вот реализован, например, у Fox.ru. Есть тренажер, я его смотрел. Занимаются дети. Соответственно, там очень интересно. Завис где-то, хоп, нажал, подсказку получил. И, соответственно, подсказывает. Но при этом у него минусуются баллы зрительных. То есть там такая рейтинговая система. То есть если подсказки используешь, используешь, рейтинг падает, падает, падает. Вот. Такой соревновательный момент. То есть игровой такой компонент для нашего такого игрового интерактивного поколения. И дальше что у нас получается? Это в конце модуля, в каждой этапе, то есть в этом интерактивном средстве, электронном учебнике, там, тренажере, мы должны резюмировать что-то, то есть подводить соответствующий итог. То есть вот основные требования, если вы сами это разрабатываете. Ну, более подробно я разговаривал об этом на прошлом вебинаре. Ссылки, значит, потом приведу. Вот, кстати, они, предыдущие вебинары. Здесь есть презентация. Можете их тоже пересмотреть. И, соответственно, значит, какие-то моменты еще подчеркнуть. Дальше. Не хочу повторяться, потому что 10 коллег, которые меня уже слышали. Следующее. Вот что еще интересное я нашел для готового контента мультимедийного можно использовать. Это огромный каталог от Иннополиса, каталог цифрового образовательного контента. Посмотрите, можно использовать уже в готовом варианте. Дальше. Библиотека видеоуроков. Интернет-урок. Здесь можно прямо видеофрагменты самим смотреть, учиться. Известные мастер-классы. И, конечно же, можно демонстрировать это на уроке. Например, не можете вы физический эксперимент повторить. Это у вас оборудование. Можно найти этот физический эксперимент, запустить, показать учащимся. Хотя бы так. Следующий момент. Это получается сайт adcommunity.ru. Здесь есть интерактивные презентации для интерактивных досок разных типов. Можно посмотреть. Есть такая компания Polymedia, которая в свое время очень много привозила доски Smartboard, поставляя в школе. Они довольно-таки качественно продуманы с таким контентом. Можно посмотреть презентации, которые именно для интерактивных досок разработаны. Как раз там можно что-то подвигать. поиграть в игру. Там, например, потестироваться. Как аналог игры, как стать миллионером. То есть такой дизайн получается. То есть довольно интересно. То есть ученики могут выходить в доске, соответственно, тыкать эти активности и так далее. Дальше. Еще я нашел, значит, у metodistov.ru нашел тоже умные уроки Smart. Умные уроки Smart. Можете тоже там подключаться, скачивать и тоже использовать на Smart досках. Ну, еще есть предсовет su.su. Я думаю, что многие знают этот ресурс. Там тоже есть каталог мультимедиа ресурсов. Теперь про готовые презентации. Готовая презентация прямо по предметам, классам. Можете посмотреть. Это edupress.ru. Ну, слэш-каталог. Ссылочка, да. Как раз для своих уроков можете взять уже готовый контент и как бы можно подправить что-то, используя, да. По ptcloud.ru здесь тоже есть по предметам тоже готовая презентация. Можно посмотреть. Ну, и, конечно же, myshare.ru – школьная презентация. Здесь вот есть предметы. Вот сколько тысяч презентаций сделано для каждого класса по темам. То есть тоже можно поискать. Есть релевантный поиск. По запросам можно что-то интересное для себя найти. Для своего урока. Создание интерактивных презентаций. Ну, это как раз вот то, что я сегодня показывал. Здесь мы в основном использовали раньше. Я использовал Mentimeter, но там есть определенное ограничение на количество вопросов. Использовал Google презентация. И есть такое дополнение с Vido или Slide.ru, так называемое. Но сейчас Amazon Cloud заблокировали и можно использоваться через VPN. Значит, данным ресурсом поставить и установить, соответственно, значит, это дополнение. И вот как вот я показывал сегодня, демонстрировал, интерактивность, такие вещи можно делать. Ученики могут заходить с телефонов, отвечать на вопросы. Можно для опросов в аудиторию это делать. То есть, ну, довольно интересно. Особенно если в онлайне. Когда у нас был ковидный период, мы обудили так аудиторию студентов. Когда мы, значит, монотонно говорим, читаем. То есть, аудитория засыпает, а иногда вот эти элементы интерактивности пробуждают аудиторию и повышают внимание. Ну, всем известно, понятно, что первые 20 минут человек воспринимает очень активную информацию. Потом уже его внимания все меньше и меньше. Это нормальная ситуация. Поэтому, опять-таки, если вы какие-то моменты разрабатываете, в том числе интерактивная презентация, интерактивный контент, делайте фрагментарно. 5-8 минут, чтобы держать внимание. А потом переключайтесь на другой вид деятельности, там, закрепление решения, значит, практическое и так далее. Потому что, если, значит, записка это ролик, фрагмент, видео, презентацию и так далее, то лучше сегментировать под такой режим микрообучения 5-8 минут. Потому что 15-20, уже сейчас 2 часа академические, там, уже никто не записывает. То есть, в основном, делают фрагменты, разбивают на мелкие шажки, этапы и, значит, записывают по 5-8 минут. Ну, вот, то, что я пользуюсь, это Unislides, сервис интерактивной презентации. Я могу сейчас быстренько, вот, буквально переключиться. Сейчас, минуту. Так, демонстрацию я запустил. Вот у меня здесь открыто. Здесь все очень просто. Надо зарегистрироваться. Я зарегистрировался с учеткой Google. Можно создать новую презентацию. Соответственно, заходим в презентацию и формируем тексты вопроса. Вопрос здесь, вот, облако Cloud, облако тегов Cloud. Вот это вот. Как раз вы вводили вопросы, соответственно, ответы, и они появлялись. Есть с разными вариантами, но я вот использую обычно вот этот вот ответ. Например, здесь можно писать текст вопроса. Так, давайте, какие средства ИКТ вы используете, да? Используйте. Ну, и там какой-нибудь перечень. Например, компьютер, проектор, документ, камера, интерактивная доска. Ну, и все. И здесь только добавляем потом, добавляйте вопросы. Можно добавлять, кстати, информационный просто слайд обычный, да, то есть с обычной информацией. После него вопрос. То есть можно вообще полностью презентацию загрузить. И, соответственно, потом запускаете. И при запуске у вас появляется QR-код, который можете дать ученику, да, или ссылку, значит, на сайт кинуть в чат класса, там, группы. И, соответственно, по обычному коду они заходят. Ну, обычно, если студентам им дают QR-код, они быстренько раз с телефоном щелкнули и с телефоном проголосовали. После этого я начинаю презентацию и вижу голосование. Все очень просто. И, по крайней мере, это сервис, где, вот еще раз говорю, можно совмещать слайды с информацией, с картинками, с текстом, и, соответственно, с таким интерактивным опросом, который позволяет, вот особенно в нашем вебинарном формате, эффективно взаимодействовать с аудиторией. Так. Ну, я уже сейчас завершаю. И, соответственно, некоторый момент еще расскажу. Следующий момент. Ну, я являюсь автором курса «Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога». Значит, соответственно, кто хочет осваивать интересные моменты, записывайтесь на курс. Он недорогой, он стоит 1300 рублей, удостоверение университета. И сейчас я буду делать апгрейд курса, добавляя там модуль искусственного интеллекта. Вообще, я планирую где-то в августе выпустить курс по применению искусственного интеллекта в работе педагога. У нас совместно с нашим партнером Директ Академии будет вебинар где-то в конце июня по применению искусственного интеллекта в образовательной деятельности педагога. Я как раз... Ну, мы это уже во всю используем. Кстати, вот элементы этой презентации были составлены тоже с применением искусственного интеллекта. И я буду учить, как пользоваться на следующем вебинаре, как пользоваться средствами искусственного интеллекта для разработки образовательного контента, презентации, планов, уроков и так далее. То есть поговорим про искусственный интеллект, в том числе тот, который доступен нам. И, соответственно, вот здесь вот я тоже включаю модуль, именно модуль для вот этого как раз вот искусственного интеллекта в этот курс. Поэтому приходите. Также, если будет, набежит хорошая аудитория, интересная, с которой можно взаимодействовать, я проведу такие мастер-классы, как использовать. Я с удовольствием работаю с теми, кто пришел не за корочкой, а именно за знаниями. То есть, и, соответственно, мы с вами поработаем на этом курсе. Вот. Ну, это в планах следует. Вот такой вебинар по искусственному интеллекту. И у меня есть еще группа «Цифровой педагог». Здесь я в этой группе «Вступайте в Telegram-чат», членство абсолютно бесплатное. Я делюсь опытом, интересными своими наработками, совершенно бесплатными. Какие-то вебинары записываю, там, видеофрагменты, скринкасты, как это средство новое появилось, это средство. То есть, мы с вами будем находиться на связи, кому интересно применять цифровые сервисы и, значит, ИКТ, мультимедийная технология в своей работе. Так, ну, давайте теперь ответим на вопросы. Сейчас давайте повыше поднимусь. Так, спасибо, коллеги, за хорошую оценку. Елена Белозерус, платформа для изучения иностранного языка с мнением Зенгенгауда. Есть такая. Так, сейчас посмотрим. Ну, презентация вроде бы доступна для скачивания. Если что, я сегодня могу выложить в эту группу «Цифровой педагог». Еще дополнительно, заходите. Так, смотрим, какие вопросы в чате. Ну, я вот, Елена Ветрова, я расскажу как раз на следующем вебинаре, какие вообще средства, какие есть платформы искусственного интеллекта, какая лучше для образования, какая не очень подходит и так далее. То есть, как пользоваться. В задумках у меня есть такой вебинар. Я занимаюсь этой темой сейчас активно. И сейчас, в данный момент, я тоже обучаюсь на зарубежных, курсах по искусственному интеллекту. Поэтому с удовольствием поделюсь своим опытом. Так, давайте вопрос ответить посмотрим. Скажите, пожалуйста, Галина Ушакова, ссылки в презентации кликабельны? Хотел бы смотреть твит-лаб. Да, кликабельно, да. Напишите, пожалуйста, как называется программа, которая дает подсказки и снимает баллы. Мария Королева спрашивает. Не совсем понял вопрос. Дает подсказки, снимает баллы. А, Foxword.ru. В Foxword.ru я пользуюсь этим сайтом. У них есть контент, очень доступ, если зарегистрироваться, там есть доступ к контенту. И можно пользоваться на уроках на своем. Я иногда частенько использую, и дети там все трое обучаются. Обучаю, ну, старший уже там обучился, средний тоже обучился, младший сейчас обучается в этом Foxword. Так, на этой платформе. Так, Ольга Дулепа. Скажите, пожалуйста, ваш курс подходит в заочной форме? Можно ли осваивать материалы в любое время? Конечно. Это курс на нашей онлайн-университетской платформе. Вы в удобное время можете заходить и смотреть видео, отвечать на вопросы, тесты, выполнять задания. И я еще раз говорю, если наберется команды динамышленников, которые захочут меня слушать, вечером сидеть в летние месяцы, например, июля-август, я с удовольствием с вами поработаю. И попрактикуюсь, то есть проведу мастер-классы. Главное, чтобы вы пришли с желанием, а не просто там с, как сказать, закурочкой, да, то есть за удостоверением. Так, смотрим еще. Так, ну вроде на все вопросы. Еще один у нас. Две недели. Ольга Язенина спрашивает, сколько времени длится в класс? Две недели. Можно три, можно четыре. Обычно две. Так, чат давайте еще раз посмотрим. Любовь Сверидова спрашивает, для дошкольников сайты есть? Есть. Я рассказывал на прошлых кабинарах. Посмотрите их, пожалуйста. И, кстати, можете, наверное, тоже приобрести сертификаты, наверное, в прошлых кабинарах, я думаю. Это, ну, Татьяна Викторовна. Значит, вопрос Татьяне Викторовне, может или нет, но, по крайней мере, ссылки на прошлые кабинары есть. И там я все очень подробно говорил. Так, ваши курсы учитываются при аттестации? Конечно. Мы федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования в Химский университет науки и технологий. Это бывшие башкирские университеты, авиационно-технические университеты. И я как раз занимаюсь вот этими IT-технологиями, педагогикой и прочее. И, в общем-то, да, документы действительно на все территории Российской Федерации, кандидата в Новый Восток, заносится в Федеральную информационную систему ФИСФРТ. Каждый документ, диплом и удостоверение. То есть, если он заносится, то у вас госуслуга должен там отображаться. Заявок там пройдет. Мы вот на прошлой неделе завершили. То есть, отправились в заявку. Там есть ссылка, можно записаться. Можете через цифровую педагогию мне сообщить свои данные как-то. Можете там в курсе, там есть. Зайдете. Может, мне открыто сейчас. А вот же на презентации ссылка на Телеграм. Вот в презентации ссылка на Телеграм-группу. Заходите, спрашивайте, если что отправлю. Так, сейчас буквально минуту. Продемонстрирую. Вот наш сайт, наша платформа. Курсы повышения квалификации. Ссылка есть. Презентация тоже. Педагогическая деятельность. Пожалуйста, здесь есть курс. Заходите подробно. И здесь через сайт можете отправить соответствующую заявку. Заказать обратный звонок. Заполнить форму. Пообщаться с сотрудником, вопросы задать. То есть, у нас на сайте все есть. И, соответственно, здесь вот можете посмотреть. Поэтому, если есть желание, вот ссылочка. Ну, давайте еще раз ссылку в чат, если заинтересовались. Ссылочку в чат кину, и там вы можете увидеть этот курс. Записаться. Так. Ну, вот я ссылку в чат продублировал. То есть, можете посмотреть и, соответственно, по ссылочке пройти. Давайте сюда сброшу. Так. Елена Белозерова спрашивает. Да, есть. Посмотрите на нашем сайте. Обратитесь. Для английского языка тоже есть. Ну, кстати, очень хороший есть курс у Калинико Павла Юрьевича. Просто курс бомбы. Называется, значит, профессиональный контент-менеджер образовательных ресурсов. На сайте Директ Академии есть. Татьяна Викторовна вам ссылочку скидала. То есть, по разработке тоже с продукт-ресурсов довольно тоже интересная тема. Тоже очень советую этот курс. Просто, я говорю, курс просто бомба. То есть, мы его реализовывали совместно в рамках содействия в занятости проекта. И сейчас тоже заявили на содействие в занятости. Поэтому пробуйте, смотрите. То есть, там просто классно. То есть, учитесь создавать разные цифровые интерактивные упражнения, сервисы и так далее. У меня такой вот курс, он такой более общеобразовательный. Про все средства, там мастер-классы тоже есть. Как работать в мире, там джамборде и прочее. То есть, посмотрите. И вот я хочу сейчас модуль сделать искусственный интеллект. И как раз работать над этим. Арина, спасибо. Это наш такой немножко региональный говор. Поэтому я так неправильно удаление ставлю. Это мне многие подмечают. Это как приезжают, значит, первики, они все время окают. Мы, наоборот, акаем и еще неправильно выставляем удаление. Это, к сожалению, есть такие моменты. Живем в определенном своем интересном регионе. Поэтому буду знать, буду тренироваться. Спасибо. Так, есть еще вопросы? Ну что ж, коллеги, спасибо за внимание, за то, что вы меня слушали. Более часа, час-двадцать, да? Рад с вами всегда работать. Соответственно, приходите на вебинары. Вступайте в группу «Цифровой педагог». Будем продолжать общение. Спасибо. Ну что ж, всем удачи. Ну, во-первых, лето, да, лето, хороших каникул, хорошего отпуска. Прокачивайте свои знания и умения совместно с Директ-Академией, совместно с Уфимским университетом науки и технологий. Приходите к нам, слушайте нас. Будем очень рады всегда с вами работать. Спасибо еще раз за внимание. Всего доброго. Ну все, я выключаюсь. Продолжение следует...